Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Михаил Садаков. На этом канале я реагирую на кип-поп, а сегодня отреагирую на дебютный клип группы Weekly под названием Tag Me, в скобках at me. Да, вот такое у нее хитрое название. В принципе, и на том спасибо, что не ды-ды-ды, ду-ду-ду, бу-бу-бу-бу. Я про это не устану бухтеть, про эти замечательные названия корейские, а тут хотя бы какая-то осмысленность. Клип вообще-то появился в июне, 30 июня, насколько я помню, а такое опоздание связано с тем, что я изначально его как-то пропустил, но недавно, совсем недавно, буквально на днях я запустил патреон. Что это такое, можете по ссылке в описании посчитать. В конце еще ссылку дам. Вот, и в общем-то один из моих спонсоров, собственно говоря, один из первых, а если честно вообще самый первый, секиртором, он заказал мне этот самый клип. Да, теперь вот на патреоне можно заказывать мне реакцию на какое-нибудь видео, корейское, японское, китайское, лучше корейское. Ну, все-таки важно, что-то в этом роде. Вот, так что про группу Weekly я почитал, я узнал, что вообще-то ее изначально анонсировали в 2018 году, появление такой группы от компании Fave Entertainment. И, в общем-то, прошло фактически полтора года между анонсом и дебютом. Изначально группа называлась Fave Girls, Fave Entertainment, Fave Girls, это понятно. Девчонок там должно было быть не Fave, не Fave, а семеро. Вот, но потом, что-то немножко все это подзатянулось. Соответственно, 2019 Fave Entertainment слилась с компанией Play M Entertainment. Play M Entertainment, она, в общем-то, руководит компанией, господи, компанией, группой Opink, которую я изначально не сильно привлечал, а теперь очень люблю за ее последние три релиза. Вот, они объединились, слились и группу временно перевиновали в Play M Girls, но потом, слава богу, когда уже дело дошло до полноценного дебюта, про него сказали в мае, по-моему, 2020-го. Дебют состоялся еще раз в июне 2020-го. Группу назвали Weekly. Даже придумали название фан-клуба. Фан-клуб называется Daily, потому что, согласно слогану, без Daily не бывает Weekly. Ну, что, в общем-то, разумно. Так что, в группе все так же, семь девчонок, правда, за время пути девчонки успели поменяться. Там пятеро осталось тех же изначального состава, две девчонки выбыли по разным причинам, двух новых взяли. Я, разумеется, их сейчас на скидку всех не помню, даже Болиска. Это, чтобы мне всех выучить, мне нужно с группой очень-очень долго знакомиться, узнавать их, любить их песни и так далее. Что сейчас, чего ждать от этой песни, я понятия не имею. Я особо не смотрел тизеры, может, когда ты их видел, но как-то, видимо, забыл. Так что, в общем-то, давайте сейчас я буду с чистого листа знакомиться с творчеством Weekly. Еще раз спасибо Secure To Room за заказ этого клипа. И, в общем-то, вы подпишитесь, если хотите, и поставьте лайк, тоже будет очень приятно. А потом, как всегда, если что-то не понравится, можете подписаться и отставить лайк. Давайте я проверю, все ли у меня записывается, вроде как все. Если будет какой-то шум от микрофона, не удивляется. Скрип тоже не удивляется, такое уж кресло скрипучее. Видите, оно такое, скрип по скрипу. Ладно, 3, 2, 1, поехали. Бодро. Электрогитарка включилась, окей. Что-то мне такой начальный вот хор напомнил, но не уверен, что я не... Электрогитара прям никуда не девается. Чем-то это отдаленно напоминает G-Friend. Чуть-чуть. Только G-Friend, конечно, гораздо более такие лиричные песни были, а здесь прям бодро-бодро. Какое мощное, ужасное оружие. Пытаюсь узнать, что за инструмент такой не звучит. Какой такой. Что-то вроде флейты, кстати. Помимо электрогитары и бочки. Блин. Я, конечно, не делал. На секунду подумал, что это стрип-пол. Но это нет. Это, видимо, такая штука, по которой пожарные спускаются. Кстати, неплохой рэп. Потом подробнее расскажу. Потом подробнее расскажу. Там клэпы я слышал. Да. Ну, она такая заводная. Я только сейчас обратил внимание, она ярко почему-то. Ярко-желтые чулки. Или это носки. Носки, наверное, все-таки. Или гольфы. Гольфы. Это гольфы в России. Интересно. Как говорится, необходимый dance break. О, как свет потемнел. Свет потемнел. Ну, погас немножко. Они спели ня-ня-ня-ня-ня-ня. Потрясающе. Да, блин. Либо это из большого количества женских таких клипов, девичьих веселых. Либо это из кого-то конкретного. Я не могу вспомнить. Ворпоп. В упор просто, на самом деле. Секунду я хочу проверить. Проверил. Песня, конечно, не в моем стиле немножко. Это типичная милашно, но скорее милашно-весело-бодрая песня. Потому что бывает милота в стиле там ранних G-Friend, которая прям милота лирика. А здесь милота бодрячком такая. Я смотрел, кто писал эту песню. Композитор не сильно известный и титулованный. Cold9. Может композитор, может композиторша, может вообще целая группа композиторов. Но они, как минимум, принимали участие в написании некоторых вещей для Rocket Punch. По-моему, даже Bouncy. Bouncy чем-то, чем-то отдаленно похожа. То есть она вот такая уже бодрая. Bouncy baum, Bouncy baum. Ну, вы помните, да? Вот. Я им здесь ссылку поставлю. Опять же, что-то подобное есть. Она веселая, заводная, симпатичный клип. С хорошим цветокором. Не сказать, что огромное количество локаций. Но тут даже оператор не просто сидит на месте. Стоп-кадр у меня сейчас. И камера так наклонена. То есть она, опять же, туда наклонилась, сюда наклонилась, приближалась, отдалялась. Есть какие-то хорошие переходы. Я про них, наверное, постараюсь упомянуть. Сейчас я включу версию, которая performance. При том, что клип преимущественно и так. Танцы сплошные. Без какого-то внятного сюжета. Очевидно, здесь-то не нужно было. Ну, в общем, ладно, давайте. 3, 2, 1. Поехали. Если вы вспомните, на что это похоже. Вот такой хор. Тон пишите комментарии. Почему я сразу эти ярко-оранжевые игольки не заметил? Это я сказал на операционскую работу опять. Чуть-чуть приблизи удалили, уже приятно. Ну, а цвета такие в уход фиолетовые, конечно. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Потрясающе. Хореография бодрая. Не могу сказать, что чудовищная, разнообразная и оригинальная, но бодрая. Да, вот это то ли флет, то ли еще что-то на фоне, ее теперь сложно замечать. Как электрогитара. Наверное, если бы не было электрогитары, не сильно бы песня поменялась, но, возможно, композиторы считают, что она добавляет, не знаю, бодрости. Вот. Девушка хорошо читает рэп. Чем мне это особенно нравится? Во-первых, она в конце еще спела немножко. Слишком далеко отмоталась. Чем мне этот рэп конкретно понравился, так это тем, что девушка его не слишком тонким голосом читает, не слишком стервозным. Ну, грубо говоря, стиль хьоны-со-йон, это когда голос высоковат, стервоват. Ну, так и предназначено, видимо, потому что в рэпе это в кип-попе это популярный ход. И не слишком невнятно, потому что, например, в недавнем клипе From Is Nine, Secret Code, Feel Good Secret Code, который мне дико понравился, но рэп-секция там была такая достаточно слабая, девушка читала как-то не сильно уверенно. Здесь уверенно, без песчания. Тут, в принципе, вся песня без песчания, что тоже, ну, почти, почти без песчания, что тоже очень хорошо. И, не знаю, просто приятным, хорошим своим голосом. Мне вообще нравится, когда у девушки рэп-голосы отличаются от ее обычного голоса. Просто она быстро, хорошо и уверенно читает. Вот, пожалуйста. Переход хороший тоже был. От рэпершей к еще и к остальным. А, да, они школьные парты используют в качестве хореографии, элемента хореографии. Гольфы. Желто-розовые. Розово-фиолетовые. Господи. Здесь синтров добавили. Парочку всяких разных. вообще опять же переход мне понравился он получился очень резким вот у них обычная идет обычный там сейчас и без предупреждения бэмс пошло-поехало это уже не совсем милота действительно слегка секси особенно вот это здесь очень приятно было сделано то есть они сидят заканчивается bridge и девчонки просто сидя за партами включается свет идет следующая часть песни и конс интересно живых выступлениях они тоже с партами посмотреть заводная песенка и окей для этого стиля музыки это хорошо даже весьма хорошо это немножко не мой стиль музыки я про тысячи разговариваю и повторю тысячи первый раз но тем не менее композиторы поработали на ура операторы и звукорежиссеры и осветители не знаем господи люди которые делают цветокоррекцию тоже молодцы и девчонки принципе классно то есть да здесь не было этой песни какого-то разрыва по вокалу абсолютно не было разрывов по хериографии но все как-то было грамотно и четко плюс рэперша мне вот реально понравилось у нее даст не то что прям совсем необычный рэп но достаточно необычный так что если девчонки дальше будут развиваться если они будут писать не только такую музыку какую-то еще разнообразную всякую разную то на самом деле из этого что-то может интересно получиться по у них следующий камбэк то ли в октябре-то ли ноябре полоситки в октябре посмотрим что они в следующий раз на преподнесут вот принципе все спасибо еще раз секрету руму за рекомендацию и собственно за заказ клипа если вам моя реакция понравилась поставьте лайк если очень понравилось подпишитесь просто так даже подпишитесь вдруг там будет реакция которая вам по-настоящему понравится вот а если совсем-совсем понравилось если вам хочется чтобы реакция была побольше тогда присоединяйтесь к тем людям которые меня поддерживают на патреоне вот здесь будет ссылка и в описании тоже ссылка на патреон заходите читайте и поддерживаете вот и в конце собственно говоря реакции будет список людей которые меня уже поддерживают всем спасибо всем пока